Ребята захотели, чтобы я больше не заходил в раздевалку. Левадя продала парейка за автобус. А автобус знаешь, сколько стоит? О, конь вышел. Для меня, парня из Эстонии, это казалось нонсенс. Когда ты стоишь на линии, можно все-таки туда порезче прыгать или повыше. Я, по-моему, реально выиграл 8 или 10 рублей. И тут я понимаю, что, скорее всего, мудкотом не будет. Воско тайм. Подписывайтесь на канал Бэтсейв Прибалтика и пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в гостях у Воско тайм. Воско тайм. И снова Воско тайм на канале Бэтсейв Прибалтика, где мы говорим о спорте и о футболе. В начале 2000-х ко мне на улице подошел мужчина и спросил, можно ваш автограф? Я говорю, конечно, почему нет? Мне было очень приятно. Получив фотограф, он сказал, спасибо, Сергей. Ну, я не стал спорить. Говорю, пожалуйста. Он мне дал пару советов, что надо, когда ты стоишь на линии, можно все-таки туда порезче прыгать или повыше. Я так понял, что речь идет о Сергеем Парейко. Сергей Парейко у меня сегодня в студии. Сергей, добрый день. Привет. Да, вот так вот в наших футбольных кругах путают. Но я тогда понял, что все-таки Сергей Парейко – это выше того воскобойника в футболе. Сергей, ты закончил футбол, с футболом, точнее, как игрок. Сейчас часто тебя воздают на улице? Наверное, сейчас в наше время не особо по улицам походишь. Поэтому, конечно, я думаю, что это нормально. Сейчас поколение мальчишек вырастает. Немножко в памяти у них еще есть, надеюсь. Поэтому, да, есть. Но уже, конечно, это не те времена, когда был действующим футболистом профессиональным. В принципе, к этому спокойно отношусь, это нормально. Время бежит вперед, уже есть свои новые герои. Поэтому для меня это процесс, который, в принципе, неизбежен. Ты сейчас являешься спортивным директором футбольного клуба «Левадия». Скучаешь по тем временам, когда ты сам играл? Или ты понимаешь, что время неизбежно и новый этап в твоей карьере? Я, наверное, как профессионал счастлив тем, что я закончил в тот момент играть, когда действительно я понял, что я уже, наверное, в футбол играть профессионально не хочу. То есть для меня, наверное, это может чуть больно звучит, но 15-й год он был уже такой переломным. И для себя я уже понимал, что, наверное, придя в чемпионат Эстонии, и дальше кто-то какие-то находит мотивации. У меня уже больше мотивации не было. Потому что последний год в Эстонии он достаточно тяжелым был в плане именно своей мотивации дальше играть и держать свою боевую форму, спортивную форму. Потому что, ну, на самом деле, нагрузки, которые я получал до этого, и придя в Леваде, ну, они не сравниваются. И тело, в принципе, уже не то, что давало сигнал, а было понятно, что сюда, вернувшись, обратно будет очень тяжело возвращаться. Поэтому нужно было принимать это решение, и я его принял. А были варианты еще до приезда в Эстонию, может быть, там, с азиатских стран продолжить, или все-таки уже хотелось больше осесть? Нет, конечно, я рассматривал. И, наверное, самая последняя возможность это было поехать в Голландию в команду, если не ошибаюсь, первой лиги. Там был спортивный директор, который в свое время был Висла Краков. Но на роль второго вратаря. Все-таки для меня важно было вот последний год именно играть, потому что, по идее, можно было еще оставаться в Нижнем Новгороде до окончания контракта. Это до 16 июня. И здесь выбор был очевиден. Я хотел играть, поэтому сразу изначально на роль второго, конечно, для меня это не устраивало. Но больше конкретных предложений не было. И я думаю, что Левадия, в принципе, откуда уехал, и где бы завершать, это, наверное, такой логический момент. И, как для любого футболиста, наверное, уйдя с того клуба, который тебе дал жизнь в футбол, наверное, нужно немножко отдавать тоже обратно. Поэтому выбор пал, естественно, на Левадию. Здесь, когда уже других вариантов не оказалось. Когда я приходил в Левадию, мне было 17 лет. Я помню, что была общекомандная тренировка. И, к сожалению, Сергей забыл, кто у нас был тренером. Он спросил, Сергей, сколько тебе лет? Тогда ты ответил 24. И этой же зимой ты уехал в Волгоградский ротор. И ничего не путаю, да? В 24-25 лет ты поехал в ротор. Нет, это получается с 23 на 24. С 23 на 24 ты как раз уехал в Волгоградский ротор именно из Левадии. Как пришло приглашение? Вообще, сначала ты поехал на просмотр в ротор? Нет, изначально вообще получилось... Я поехал на просмотр в Анжи, в Махачкала. В то время они заняли четвертое место. У них был скандальный матч, я помню, это до этого. Где, в принципе, Анжи ушло с поля. И была игра с Торпедо Московским. Знаменитые пенальти во втором тайме. И ничья давала возможность Анжи занять третье место. И только победа. Торпедо давала третье. Счет, по-моему, 2-1 так и остался в пользу Торпедо. И вот Анжи осталась за чертой призеров. И, по-моему, за чертой Еврокубков тоже. И вот январь месяц, сначала пригласили. Был на сборах у них в Турции. Как сейчас помню, достаточно сложный. Потому что Гаджи Гаджиев был своеобразный тренер. Четыре тренировки в день. Для меня, парня из Эстонии, это казалось нонсенс. Потому что максимум две. И то не всегда. Поэтому это такая была предподготовка. А в ротор получилось уже перейти. После того, когда мы с Левади были на сборах в Турции. Играли как раз-таки первую игру спарринг с ротором. И вот в первом тайме, я помню, мы сыграли 0-0 с ними. И удачные действия мои привлекли внимание. Как раз был и Рохс Рохшо, который являлся на тот момент спортивным директором. И, соответственно, тренерам тоже. И вот с того момента пошли разговоры, чтобы пригласить меня уже к себе на сборы в Голландию. То есть первый твой опыт получается в Волгоградске ротор за период, проведенный в Волгограде. То есть ты окреп, скажем, почувствовал разницу между эстонским чемпионатом? Или большой разницы, скажем, не было? В чем вообще состояла эта разница? Ну, наверное, первые 2-3 месяца, когда уже после подписания контракта. Я думаю, интенсивность тренировок, нагрузки на тренировках, количество тренировок в разы увеличилось по сравнению с Эстонией. Конечно, организм привыкал первые 2-3 месяца, было тяжело к этим нагрузкам. Но важно было пройти этот этап, можно сказать, начальный. После этого становилось все намного проще. Соответственно, больше знал уже ребят. Здорово, что язык общения был русский. Для меня не вызывал никаких проблем. Я думаю, что это тоже немаловажный фактор, когда уезжаешь за границу. Поэтому здесь все сложилось. И дальше уже больше зависело от моего желания прогрессировать, расти. И вот все, что связано с этим. Когда покупают игроков, то есть часто пишут, что игрока купили за такую-то сумму. С историей с тобой постоянно пишут, что Левадя продала парейка за автобус. Ну, почему так пишут? А автобус знаешь, сколько стоит? По тем временам это реально были большие деньги. Трансфер состоялся, не секрет, это за 200 тысяч долларов. На что после этого команде Леваде был нужен этот автобус. И вот президент Виктор Иванович Левада. Не на эти деньги, это уже второй вопрос. Но в принципе себестоимость автобуса вышла как раз-таки плюс-минус. Мой трансфер. Поэтому так выходило, что после продажи появился этот автобус. Ну и якобы связывали вот это между собой. Я сказал, что первый опыт. Нет, на самом деле я ошибаюсь. То есть первый твой опыт, это конечно итальянская серия C. D. D. Сколько лет тебе тогда было, когда ты уехал в Талию? На просмотр поехал, если не память не ошибаюсь, это был 96-й ноябрь месяц, декабрь на просмотр. И только через год, когда уже вроде все прошло удачно и занялись оформлением бумаг, прошел целый год. Целый год, чтобы уже окончательно приехать туда. Этот год как-то немножко тревожило меня, но когда в конечном итоге все это образовалось, срослось. Ну реально в моем возрасте, наверное 19 лет, поехать уже сразу за границу, при этом не зная итальянского, ничего, было таким вызовом достаточно сложным. Плюс сразу травма, которая появилась, которая не дала мне сразу сыграть. Это тоже те факторы, которые я думаю сделали из меня достаточно крепким и не бояться вот именно этих вызовов. Потому что думаю, что в таком возрасте иметь такой опыт я бы, наверное, никому не пожелал. Как тебе сейчас итальянский? В принципе, если нужно поговорить, я умею объясняться более подробно. Конечно, нужно время на адаптацию. Обычно замечаю, что день-два, если мы ездим в Италию, нужно восстановить все эти навыки, а потом оно все возвращается. Я думаю, что в памяти это есть. И важно, важно, чтобы практика была, чтобы ты слышал, как разговаривали. В нашем мире, в нынешнем, я думаю, что телевизор, радио, все это есть возможность держать все время на каком-то уровне таком, чтобы в случае чего использовать его. Ты был в Италии, в серии «Д». Моя мечта, к сожалению, не сбылась. Когда-то, да, давно очень писал анкету, такую заполняет твоя мечта. Вот и писал, играет в Италии. Но не сбылось. Сейчас в Италии очень много в Академии. Интера, Ромы, Спала, молодых футболистов. Юргенс, Тунев, Веткал, Каур, вратарь у нас есть молодой эстонский. То есть это будущее Эстонии. Я думаю, это, наверное, большой плюс для них, чтобы они понимали, что такое вообще профессиональный футбол и, в частности, что такое в Италии. Рынок достаточно, в Италии недостаточно, он большой, он огромен. И помимо эстонских футболистов, я знаю, приезжает очень много с других стран, и не с Европы, с Африки, с Латинской Америки. То есть конкуренция настолько возрастает. Для них это что хорошо? Это понять, что такое конкуренция реально уже в таком возрасте. Потому что я считаю, все нынешние и сегодняшние проблемы сборной идут от того, что футболисты не чувствуют конкуренцию у себя в клубах. То есть у них достаточно легко все получается. Попадает в команду первую, профессиональную. Если это проект, футболистом можно назвать так, то и путь сборной у него уже открыт практически сразу. Здесь множество примеров было. И дальше сможет он отсюда что-то использовать для себя в дальнейшем? Или же реально для него будет тяжело показать себя в той среде, когда конкуренция на одно место, скажем, если это полевой игрок, плюс-минус 3-4 человека, если вратарь, там еще может быть больше. И важно, чтобы они боролись за свое место в независимости. Бывают хорошие периоды, бывают плохие. Вот в плохие периоды нужно себя именно держать в таком тонусе, в таком эмоциональном состоянии, что ты всегда готов выйти и бороться дальше за свое место. Я думаю, это такой идет естественный отбор. Кто не может это выдержать, ну, к сожалению, они, наверное, в большой футбол не попадают. А что касается конкуренции в Эстонии, вот правила КТМ и ограничения на легионеров, твое мнение на этот счет? Я думаю, что, ну, наверное, КТМ это в какой-то мере, в какой-то мере, наверное, правильный подход. Я считаю, что молодые должны получать игровое время на высшем уровне в Эстонии. Но, опять-таки, они должны завоевывать это место. Это не должно быть искусственно приведено. Поэтому, чем больше будут футболисты попадать по спортивным принципам в основной состав, тем лучше для всех будет. И, в частности, для сборной и для клуба. В плане легионеров у меня, естественно, как и по всей Европе. Если это человек с Европы, то, находясь в Европе, он не должен считаться легионером. А если из-за Европы, ну, это уже да. Тогда, реально, согласен, здесь должны быть ограничения. Этот вопрос, он всегда, я думаю, будет актуален в связи с тем, что, наверное, на сегодняшний день у нас то количество людей, которые занимаются футболом, может быть, недостаточно именно, чтобы выбирать футболистов качественных для команды первой. Конечно, там Флора показывает пример, как она работает, как действует, но, опять-таки, у нее другие финансовые возможности на этот счет. И мы знаем, сколько они платят за молодых футболистов уже на сегодняшний день. И та система, которая выработана, которая, в принципе, разрешает покупать футболистов за оговоренную сумму, которая есть в правилах футбольного союза, ну, Флора уже, там, на порядок выше это платит. То есть, понятное дело, они вкладывают туда, но это их путь, они выбирают его. Ну, к этому пути есть у меня личные, как бы, всегда вопросы, потому что, ну, больше похоже немножко на какую-то такую, больше, чем Флора. Но, опять-таки, это такая тема, что туда углубляться, наверное, сегодня не стоит. Левадия в этом году провела такую трансформальную политику, которую, ну, многие называют близкой к чемпионской. Но, но, учитывая, сколько легионеров, и мы об этом с тобой говорили, буквально, когда сюда шли, да, сейчас два состава великолепных у Левадии, но будут играть 11. Не создаст ли это внутрикомандную, скажем, какую-то агрессию друг на друга, потому что, ну, кто-то не будет попадать со встав, кто-то будет сидеть на замене, вот твое личное мнение к этому. Как со стороны спортивного директора, я понимаю, что такое количество хороших футболистов для тренеров – это только во благо. Потому что реально, наверное, в Эстонии на сегодняшний день тяжело вспомнить, что было, может быть, за исключением прошлого года, когда у Флора на скамейке были, ну, тоже те люди, которые выходили и добавляли. Сегодня, да, у нас есть эта возможность, и мы специально пошли на такие усиления, ввиду того, что на эстонском рынке футболистов свободных, которые реально были большого, такого высокого уровня, не так много было, и реально тех, которые мы хотели, наверное, ну, процентов на 90 мы их получили. А дальше, дальше, ну, к сожалению, за счет местного рынка мы уже не могли, поэтому мы специально вышли на легионеров, на рынок, чтобы они добавили, в первую очередь, конкуренции, чтобы они уже добавили тот уровень, который нужен тренерам, ну, и, соответственно, они понимали, куда они шли, для каких задач. Потому что, ну, реально, ни для руководства клуба, ни для президентов играть за второе-третье место, ну, у них никогда не было мыслях таких, поэтому и те приобретения, которые были в этом межсезонье, явно показывают на то, что они настроены достаточно по-боевому. Сейчас очень такое качество, качество тренеров именно в том, чтобы футболисты, которые сегодня будут играть и не играть, создать такую атмосферу, чтобы каждый бился друг за друга, вне зависимости, кто будет играть. Конечно, это тяжело, это требует психологических, это нужно таких индивидуальных подходов каждому футболисту, но при этом, если это все удастся сделать, я думаю, что результат, результат мы добьемся, которого мы хотим. У тебя часто встречи с Виктором Ивановичем Левадой? Ну, мы практически всегда на связи, поэтому при возможности, когда у нас здесь Сталина, это да. Но, опять-таки, он в курсе всех дел в клубе, поэтому то, что он интересуется, живет футболом, я думаю, это вот то главное качество. И, конечно, он всегда человек, который побеждать любит, и на сегодняшний день его это не устраивает, как и не всех нас, что на протяжении долгого времени Леваде уже не чемпионы. И, соответственно, поэтому и идут такие вложения тоже в ребят и в команду. У тебя был момент, когда, разговаривая с Виктором Левадой, ты хотел сказать, все, дальше без меня? Честно, был, да, это было при Игоре Принце. В какой-то момент я понял, что у меня пропадает связь с командой. Я не вижу настрой футболистов дальше побеждать. И, ну, мое такое положение, посчитал, посчитал, что нет необходимости платить мне зарплату, и все, если я там реально уже не чувствовал себя частью вот этой всей системы и команды. Поэтому, да, пришел честно, ему сказал об этом. На что, ну, Виктор Иванович со своим опытом и все такое сказал, хорошо, подождем, давай немножко, у меня есть тоже свои дальнейшие планы. Сейчас нам нужно, ну, не то, что бросить, а надо до конца отыграть сезон, и дальше уже будет видно. Потому что, ну, на полпути, наверное, правильно, дело, наверное, нельзя оставлять. Ну, и после вот этого разговора как раз пошли большие перемены между двумя клубами. Было воссоединение, пригласили Александра Рогича, который реально вывел клуб на другой уровень. Отношения, я думаю, еще у нас очень много, что можно поправить. Но, в принципе, то, что до этого было и после того, как пришел Рогич, ну, это, наверное, на две ступеньки выше клуб поднялся именно в плане организации, в плане подготовки, как эта первая команда работает. Александр Рогич, и в то время был помощником, у него помощником был Марко Савич, который сейчас является одним из главных тренеров. Ты мог бы их между собой сравнить, может быть, по темпераменту или по поведению тренировки, или вообще по каким-то вещам, связанным с организацией вот именно тренировочного процесса? Или это разные, несмотря на то, что они с одной стороны? В любом случае, каждый тренер – это индивидуальность, это личность, и каждый выстраивает под себя систему. На сегодняшний день у нас два главных тренера, которые, в принципе, делают так, чтобы они между собой распределяют роли, подготавливают тренировки. И здесь, наверное, уже не Марко Савич, а Марко Савич и Владимир Васильев. У Рогича были определенные качества, когда, наверное, он провоцировал конфликты в команде искусственно, чтобы немножко, наверное, чтобы ребята озлобились друг на друга, что-то такое. Наверное, это один из таких принципов у его тренерской работы, потому что, когда мы общались, он приводил такие примеры. Для Рогича пример всегда был Любомир Антич, который недавно умер, к сожалению. Но, опять-таки, от него он брал, он видел, он анализировал, наверное. Марко более открыт к футболистам, более откровенен с ними, наверное. Индивидуальности у каждого много. Думаю, подход тоже есть и что как бы похоже, и есть совсем по-другому. Здесь сравнивать, говорить, кто лучше, кто хуже, наверное, это неправильно. Всегда говорить за тренера – это результат. Ну, а как проходит тренировочный процесс, ну, это такая уже, наверное, внутренняя кухня. Ты вернулся в Ливадию в 2015 году. Ливадия в последний раз стала чемпионом в 2014 году. За этот период второе, третье место. То есть, ну, никак не первое. В этом году как ты думаешь? Понятно, то есть прогноз делал неблагодарное, но учитывая все обстоятельства, то есть твое, если ты, скажем, не с точки зрения Ливадии, не спортивный директор Ливадии, Ливадия – главный претендент на чемпионство? Я думаю, конечно. Здесь не будем лукавить. Все будет зависеть от сыгранности ребят, потому что этот момент такой характерный. Конечно, можно сказать, костяк остался, но приход 12 футболистов с теми требованиями, которые есть у главных тренеров, это тоже говорит о многом. Но опять-таки говорю, что на сегодняшний день в команде хорошая конкуренция и, соответственно, ну, важно теперь это все перенести на поле. На бумаге ты можешь быть фаворитом, можешь не быть фаворитом, но если у тебя есть результат, это одно качество, а если у тебя нет, значит, ну, что-то неправильно. Главный тренер Калиев сказал, что для игроков, которых он берет в команду, очень важно характер. Ты человек с характером, который, если мы откроем YouTube, да, действительно можно посмотреть, скажем, пару таких хороших мотивационных видео для игроков, например, каким должен быть, например, игрок или вратарь. Ты в жизни такой же эмоциональный, как и на поле? Я думаю, что нет. В жизни это бы мешало бы 100%. И здесь это такая грань, через которую, ну, я считаю, что футбол это футбол, это спорт, это эмоции, где, в принципе, до конца, наверное, иногда не контролируешься, ну, а в жизни все-таки это совсем другое. Характер, да, это все хотят иметь футболистов с характерами, но при нынешней ситуации, наверное, определить сразу, если ты не знаком с футболистом, очень тяжело. И даже рекомендации кого-то там с знакомства, чтобы узнать футболиста до конца с характером или без, достаточно трудно. Поэтому здесь это не то, что лотерея, но все-таки такой момент, где, ну, можем ошибиться, потому что рассчитываем на одно, а, к сожалению, в самых тяжелых ситуациях, когда нужно именно этот характер проявлять, его нет. Это правда, что в прошлом сезоне, после одной из игр, ты зашел в раздевалку и, ну, буквально, чуть ли не вцепился с Марселином Ганду? Да, это правда. Здесь был такой момент, когда... Когда, играя в десятером, Тарту против Ливади во втором тайме показало, что те футболисты, которые находились в тот момент на поле, и футболисты там, и к Тарту, разница показалась настолько большой, хотя в пользу Тарту, хотя я всегда верил своих футболистов и верю, но то, что они показали в тот момент, и, ну, наверное, каким-то... Наверное, удача, ну, наверное, да, удача, когда они умели сравнять 2-2, и мы забили третий гол буквально там на последних уже секундах дополнительного времени, и момент, когда, если я не ошибаюсь, это было Алоэ, который в десятером игра перебежал в штрафную площадку Ливади, замыкать дальнюю штангу, по-моему, я не знаю, там, забил он, не забил, и когда в кадре, а в кадре-то видно было, а на поле еще больше видно было, что в этот момент наш футболист по фамилии Ганду от центра поля идет пешком и смотрит на все, что происходящее там, ну, это немножко начало меня выводить из себя, потому что лично, лично я считаю, что когда в тяжелой ситуации нужно не рассказывать там кому-то что-то, а наоборот помогать, и это настолько меня вывело из себя, и плюс, ну, человек не понимает, когда он огрызается кому-то там, и что, считаю, что в независимости, в какой роли я нахожусь там, чтобы он там голос повышал, и что, ну, это не должно быть, поэтому, ну, для меня это было, даже на грани того, что там ребята захотели, чтобы я больше не заходил в раздевалку, и все, я честно перед ними сказал, что поведение может быть, да, оно неправильно, но кто-то, если что-то будет отвечать мне лично, там, по поводу футбола или что-то, это, ну, я такое не потерплю, путем даже, если нужно было там уйти с этой должности, я бы, я бы ушел, ну, ну, просто не позволяю переступать через какие-то грани, который в этот момент переступил Ганду. Как раз мы говорили, то есть, о характере, ты говорил, что кто-то не добежал, сегодня мне утром попало с видео, не знаю, видел ты или нет, про Руни, то есть, последние минуты матча, и вратарь команды, где играет Руни, прибежал Руни в другую, в площадь противоположных ворот, идет угловой, защитники выбивают, я помню этот момент. Да, и получается, да, вот-вот, то есть, этот нападающий убежит, забьет в пустые ворота, и Руни бежит с той половины поля, догоняет этого нападающего, отнимает мячик, протаскивает, навешивает и забивает гол. Наверное, вот таких нужны игроков. С удовольствием я взял бы таких игроков, но, к сожалению, не каждый может переступить у себя, наверное, через какую-то, вот, то физическое не могу, когда ты реально устал, когда реально ты якобы не можешь, но человек, который с характером, он находит в себе силы, бежит, через какую-то переступает, не знаю, там, грань, забвление, что он, может быть, понимает только инстинктно вот это все, что происходит на поле, но он это делает. А второй, который просто живет, смотрит, наслаждается из зоны комфорта, ему кажется, что там за него это отработает. Ну, реальный пример показывает, почему там Руни добился всего, при этом там у него не так каких-то плохих тоже, если есть моменты, но те качества, которые он реально показывал, вот за это, за это любят футболистов, наверное, и ценят болельщики. Ты не хотел сам тренером стать? Ну, учитывая мой характер, я уже сразу это понял, что, наверное, выживет в команде не каждый. Рашвыривал бы, наверное, там на бровке бутылки ногой или еще, или как Фергюсон, да, кидал. Да, есть, вот это показывают тоже, тренера, ну, в какой-то момент переходит вот эта эмоциональность, она захлестывает, и реально они хотят повлиять как-то, и чтобы повлиять на футболистов, на команду, они должны произвести какое-то действие, чтобы действие возымело эффект, ну, реально приходится, наверное, на такие кардинальные идти, меры, можно сказать, так, и действия, чтобы, чтобы сколыхнуть команду, чтобы как-то завести. Соответственно, ну, этот пример, когда показывает, что перед тренером нет авторитетов, независимо, кто был бы, там, я не знаю, был бэхом, швырнул в него бутсы, там, попал, и это его право, потому что он тот человек, который отвечает за результат, он выбирает команду, он выбирает тех футболистов, которые будут играть, но, соответственно, с него больше всего спрос. Поэтому, я думаю, те меры, если они приводят к какому-то результату, значит, ну, человек правильно поступил. Многие говорят, что вратарьи, это особая каста, то есть она отличается от полевых игроков, ты согласен с этим? Ну, это такое, где-то убеждение, наверное, не знаю, может, преамбула какая-то, это с каких-то давних-давних пор. Ну, я считаю, наверное, наоборот, вратарь это один из тех, который на сегодняшний день, наверное, как компьютер, который просчитывает, вычисляет, мгновенно решает, что делать, причем, ну, я считаю, что вратарь это вот последний, последний человек в команде, который в случае чего он может спасти, может выручить, и, ну, это действие приводит к чему, потому что, когда идет какая-то атака, вратарь пытается уже просчитать на 2-3 хода, что может быть дальше, а если есть реальная угроза, то он уже инстинктивно действует в какой-то в тех моментах, и все зависит от того, конечно, каждый человек личность, не только вратарь, но и как и у футболистов, можно, которые играют в поле, можно увидеть, как сильные качества, так и те, которые можно показаться, что для футболиста это нехорошо. Ну, ведь ты начинал нападающим, так. Да, это реально было. Может быть, у нас бы был сейчас Тонский Брагимович, учитывая твои данные. При этом я всегда был, не был, а, наверное, мечтал играть в воротах, это вот моя мечта была. Играл, да, изначально получилось, что в поле, начинал, там полузащитник, защитник, потом нападающим даже дошел, а реально хотел, не знаю почему, наверное, вот какое-то внутреннее состояние мне казалось, что вот защищать это вот, это мое. И когда появился шанс, я вот, можно сказать, очень обрадовался этому, хотя уже занимался пять лет футболом. Март Пом является за последние 50 лет, но это статистика УИФА, скажем, лучшим футболистом в Эстонии. Он является вратарем. Немножко не обидно, в душе. Ведь по уровню все-таки, наверное, я не скажу, что ты уступаешь, но все-таки Март Пом в чем его заслуга? В том, что он уехал в Англию и достиг на клубном уровне большего? Ведь за сборную я бы не сказал, что... Честно, он играл в сильнее чемпионате, чем я. Он играл против грандов, он очень долго находился в английской премьер-лиге и это тоже показатель. Показатель при всех его травмах он сыграл большое количество игр и, соответственно, в то время, я считаю, уехать в Англию с Эстонией было в 3-4 раза сложнее, чем сейчас. Скажет мне обидно? Нет. Никогда я не сказал, я всегда говорю, что я считаю, наверное, помпа тем качеством, он просто сильнее оказался у меня в тот момент и уехал в Англию. У меня была возможность зацепиться, показать себя, но уже в возрасте, когда уже было там за 30 и, к сожалению, не удалось. А помп доказал, он был основным вратарем, был капитаном команды и не только в одном клубе. Поэтому, ну, я думаю, что это по праву, все правильно, а обида за что обида? У меня был свой путь, у него был свой, поэтому здесь все справедливо. У тебя было предложение от, скажем, топ-клуба, но которое, скажем, в итоге не состоялось? То есть, велись переговоры, например, но так и не, скажем, до финальной подписи так и не дошло дело? Я думаю, да, да, это реально был такой случай, это 2000... Шотландский Салтик? Да, да, это реально приезжал тренер в артарей, октябрьский матч мы играли со сборной Словении, по-моему, и как раз в сентябре я договорился с Томском, я играл в Томске, договорился о новом двухлетнем контракте, в принципе, осталось только подписать, и, ну, а я знал, что уже начались разговоры, и пошли, пошли, вот, как бы мнение, там, спрашивать, собирать обо мне информацию, поэтому я не стал торопиться, и октябрьские игры, реально, я познакомился с тренером в артаре Салтика, который, ну, честно мне сказал, что он просмотрел более 50 кандидатов, но на сегодняшний день то, что он увидел на поле, то, что он увидел, там, не знаю, информацию, которую он собрал обо мне, его полностью удовлетворяет, поэтому он, когда будет сейчас возвращаться обратно, он будет разговаривать с главным тренером, и, ну, его решение, говорит, что я хотел бы тебя видеть в своей команде, поэтому, ну, после такого разговора моя подпись с Томском немножко стала откладываться, но, в конечном итоге, это не привело к тому, что я оказался в Шотландии, и, ну, это тоже такой опыт оказался очень полезным для меня. Наш общий знакомый, Сергей Скобляков, с кем-то играл в Томске, а потом я с ним играл в Фимках, он мне рассказывал про тебя, что тебя звали Конь, когда ты ходил по базе в Томске, и, говорит, все боярец, о, Конь вышел с таким голосом, знаешь, как, действительно так, то есть, звали тебя Конем, или это Серега там преувеличивает? Ну, он, наверное, мне так не, это больше, это больше, я не помню, по-моему, даже это Валерий Есипов где-то что-то как-то сказал, ну, человек спортивный, понятно дело, там, все мы ходим по базе, там, кто в чем, и, соответственно, нормально, спортивное, тем более для вратаря было телосложение, вот и все, и здесь, я думаю, что это чисто это было из-за таких, ну, как и везде, наверное, в командах, кому-то что-то прилипает, кому-то не прилипает, но сказать, что это было, нет, там, наверное, это больше там чья-то, чья-то такая инициатива была. Тем не менее, Томск, это, в твоей карьере, наверное, ну, не то чтобы самоудача, но один из самых удачных этапов в жизни, так можно сказать? я думаю, я там, наверное, стал, как вратарь, наверное, как, вот, считают, что такое вратарь, именно в Томске, получил, практически каждый год, не практически так оно было, каждый год, у меня конкуренция была сумасшедшая, и, наверное, меня только в девятом, в десятом году, реально считали, что, что я, как бы, первый номер буду в команде, к этому моменту, все время, начиная с пятого года, у меня было два, очень сильных конкурента, которые играли, до этого, больше, чем я в чемпионатах России, в премьер-лиге, Мандрыкин, Рыжиков, Хмутовский, Близнюк, Леша Поляков, потом, может быть, еще кого-то вспомню, может, кого-то забыл, и это реально все номера, первые были у себя в командах, где играли, и, соответственно, ну, приходилось выигрывать конкуренцию, приходилось постоянно доказывать, бывали, когда после ошибок, тренера сажали на скамейки, это был реально такой, по-спортивному, очень, скажем так, не состязание, а по-спортивному, наверное, реально, что я так понял до конца, что такое конкуренция в футбольном клубе, независимо от того, какой результат был до этого, мнение у тренеров и у руководителя команды всегда считали, и, соответственно, они под это дело всегда привозили, да, Евгений Городов еще был в свое время как третий воротарь, то есть, молодой парень, перспективный, его тогда привезли из Барнаула, и здесь, и здесь показывает, что, ну, реально, если команда на высоком уровне играет, значит, она должна быть застрахована воротарями, ну, так, очень прилично, что я, в принципе, почувствовал, поэтому, ну, для меня, я всегда говорю, что, вот, конкуренция, выиграть конкуренцию, это, наверное, одна из главных задач любого футболиста. За счет чего? То есть, твои сильные качества, ты можешь их назвать? Наверное, самое главное, что я не сдавался, были, были, конечно, минуты отчаянные какие-то, казалось, что ничего не, не получается, но, с другой стороны, были моменты, когда, как только к какому-то моменту ты приходишь вот такому, тебе сразу выпадал шанс, чтобы показать, доказать какие-то форс-мажорные обстоятельства, и здесь ты должен быть готовым, поэтому, независимости какое, начинаешь ты в основном составить, начинаешь со скамейки, ты должен быть готов тренироваться, доказывать, работать, не просто тренироваться, а ты должен быть всегда на виду у тренера, что твое желание, оно не пропадает, даже после каких-то там неудачных игр, я думаю, что у каждого футболиста было, и это самое главное, после, если, если футболист показывает, что он расстроен, и на тренировке не может до конца показать себя, то есть он больше, наверное, обижен на кого-то, вот это тот момент, который я, в принципе, в себе убил, и наоборот, старался пойти по другому пути. Вратарей, конкуренты, они могут быть друзьями в команде, или все-таки они партнеры? У меня пример есть личный, здесь от этого нельзя исходить, но это было до того, как я уехал за границу, и здесь, в Таллине, Эрнест Мартинсонс, когда, в принципе, получилось уже познакомиться намного раньше, а чтобы, чтобы играть в одной команде, ну, вот такой волей случай, да, получился у нас, что мы до сих пор, как бы, вместе находимся в дружеских отношениях, поэтому, есть и такой пример. Ну, вот я вчера с Эрнестом разговаривал, да, и он просил спросить меня, у тебя такой вопрос, играл ли ты в лотерею и выигрывал? Мы уже обсуждали это, мы уже давно знаем, это реально был случай, он, может быть, немножко не, не относится к спорту, к футболу, но он был, и мы покупали алкогольный напиток, и под этим алкогольным напитком крышечка, которая была, мы стояли прямо в магазине, когда открыли, а мы читаем, что мы решили попробовать, реально что-то в жизни можно выиграть или нет, да, и случилось так, что под этой крышечкой оказалось, что вы еще выиграли одну, одно, один алкогольный напиток, который, в принципе, нам сразу, в тот же вечер был и употреблен, да, употреблен, и нам сразу отдали его в магазин, поэтому это, да, это один из таких, а еще сейчас вот пришло на ум, это даже было в школьное время, по-моему, в классе шестом-седьмом, вот эти, на рубли, на рубли, спорт лото, вот это быстрые, которые стирались сразу, около киоска, и я, по-моему, реально выиграл 8 или 10 рублей, как сейчас помню, то есть на 20 копеек вот этого билета купил, мне повезло, и сейчас тоже вот такое, да, в лотерее получалось выигрывать. Сергей, если я не ошибаюсь, после Томска ты переходишь в Висла-Краков, в Польшу, становишься чемпионом, и играете квалификацию Лиги чемпиона третий раунд, последний, последний, где тебе забивают гол, где ты мог выручить, где ты мог выручить, да, то есть, или, скажем, мы найдем этот момент, то есть, именно где ты, можешь почувствовать свою ошибку или вину, вот, у меня, я просто приду пример, вот у меня перед глазами стоит, когда мы играем в Спании, когда я выхожу там против Кассилиса, да, и такое ощущение, что этот Кассилис вырастает в какую-то гору и закрывает все ворота, и то есть, такое ощущение, что ни с одной, ни с другой стороны не оббежать, вот этот момент, это единственный у тебя, или еще какие-то моменты, где, вот скажем, вот сидит в голове, и все, и никуда ты их не вытянешь. Ну, поначалу, конечно, это очень сильно, сильно, наверное, выбило меня из колеи, потому что, ну, реально, все складывалось очень здорово до того момента, и, там, польский этап, это, наверное, самый яркий в моей футбольной карьере. Сергей Паренко! 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 Лига чемпионов, Лига Европы, это групповая стадия. Конечно, хотелось играть в Лиге чемпионов в группе, потому что, если я сейчас точно припоминаю, были как раз в той группе, если мы выиграли бы АПЛ кипрский, то в группе был бы Реал Мадрид, Шахтеры и еще какая-то команда. То есть, ну, не хватило 8 минут, и тот гол, сейчас я понимаю, сейчас я понимаю, у меня просто не было опыта тех встреч, решающих встреч на таком высоком уровне. То есть, то давление, которое, в принципе, даже после первой игры, когда мы 1-0 выиграли у себя дома, я чувствовал себя очень комфортно, даже на этой игре, потому что домашние там болельщики и все такое. А по приезду на Кипр вот это давление, оно возрастало. Возрастало, плюс болельщики, которые пришли там 25-30 тысяч. Тоже это не первой было для меня, но какой-то эффект на себе дал. И этот гол, да, он до сих пор у меня не то, что перед глазами, но он в памяти есть, потому что на самом деле этот мяч оказался, ну, он был настолько легким на первый взгляд, но как он потом оказался в воротах, это, наверное, вот объяснять, как он, наверное, тяжело будет. Но скажу честно, что это был угловой, было закручено на ближнюю штангу, пошел на ближнюю штангу, наш игрок стоял, выпрыгнул, мяч закручивался в воротах. По-моему, он коснулся его головой, от перекладины упал, ну, не от перекладины, там, я не знаю, в конечном итоге получается так, что когда я разворачиваюсь, я смотрю, что мяч лежит на двух метрах перед линией, ну, и, соответственно, оттуда я разворачиваюсь и начинаю прыгать на этот мяч. Перчаткой, первой, по-моему, правой рукой, нет, левой, сверху, начал на него давить, и правая осталась чуть-чуть высоко. И в конечном итоге получилось, что мяч просто с этой стороны, а внизу оказалось на Кипре, мы играли, сейчас помню, 50 градусов, ну, 40, 40 было вечером, и внизу стояла вода, вода настолько, сверху была настолько сухо, а внизу была вода, и этот момент я не учитывал, и когда я надавил сверху мяч, он просто у меня выскользнул, и получилось, что он залетел к себе в ворота. И я, сколько я не пересматривал, ну, объяснений нет, можно было просто спокойно до него добежать, забрать, и, к сожалению, да, этот тот гол, который, в принципе, не пустил нас в группу Лиги Чемпионов. Ты так его, знаешь, писал, с таким интересом слышал, знаешь, если я сказал про Кассилиса, ты сказал, ну, стоит перед глазами, мне кажется, он сидит у тебя просто вот здесь вот до миллиметра или до каждой частицы, ты, наверное, помнишь, как момент, даже если говорят, что он накрывал, и все. А это, я думаю, что это вот такие яркие вспышки в жизни, наверное, потом ты просто анализируешь, должен понять смысл, и, соответственно, если ты находишь не то, что находишь объяснение, а просто принимаешь это, то это отпускается, это потом становится все легче, и я думаю, что любой человек найдет у себя ошибки, и да, они, может быть, оказались такими ключевыми, но это и есть спорт, и от этого, ну, этого нельзя бояться, этого нельзя убегать, от этого говорить, что нет, я был супер, там, у меня не было никаких в жизни, это нормально, это ошибки, это часть спорта, вне зависимости от футбола или еще какой-то другой вид спорта, и здесь важно, важно уметь через это переходить, идти дальше. Ну, вот Акариус, мы вспомним в финале Лиги Чемпионов, то есть, две ошибки, но он имел уже этот опыт, это действительно психология настолько важна? Я думаю... Или это вот просто какое-то помутнение, вот я, извините, скажу, удалось мне в своей жизни, за что я очень благодарен, поработать с Ренатом Фазирохмановичем Досаевым, и помнишь, там гол в Амбастон, да, и он говорит, я просто попал в какую-то мертвую зону, да, я бы вот в другой ситуации бы взял, а вот в этот момент я просто в какой-то выцепенении получился. То есть, это вот случается, непонятно, не в вратаре, да, но вот у игроков, то есть, что это? Я думаю, нужно исходить из двух вещей. Опыт, опыт выступления в этих играх, это очень важно, потому что, условно говоря, тот же Досаев, это был финал. Много он играл до этих финалов, таких, что прямо вот, это, можно сказать, пик, вершина для каждого спортсмена. Для меня, да, реально была эта вершина, что я никогда не играл вот за выход в Лигу Чемпионов вот в таких раундах. До этого какие-то ключевые игры были, но это не то. И то есть, давление, эмоции, ожидания от тебя, то есть, это реально то, что может мешать в таких играх. И если ты имеешь опыт выступления, допустим, как у Нойера, сколько он уже этих финалов сыграл за сборную, то есть, это такие моменты, когда ты можешь спокойно это готовиться к игре, и для тебя она может быть как и следующая, но у него же опыт, потому что внутри он настолько уверен в себе показывает. А когда у человека такого опыта нет, и для него он что-то новое начинает для себя открывать. А что это новое? Это давление, это предматчевое стрессовое состояние, это то, когда он никогда раньше, то есть, адреналин начинает зашкаливать, это может было было в юнорском возрасте, когда ты переходишь во взрослый футбол, для тебя вот это первый выход, все, важно, чтобы не ошибиться. Вот это, наверное, реально, это психология, и в этот момент кто-то тебе должен именно помогать, если ты нуждаешься в чем-то, потому что в таких играх, к сожалению, психология и устойчивость игрока очень важна. Психология, устойчивость, уравновешенность, я подвожу разговор к тому, что тебе пришлось не только увидеть, но и поговорить с президентом России Владимир Владимирович Путиным, это, наверное, редкость, и многие мечтают или хотели бы увидеть, задать какие-то вопросы. Будучи капитаном Томска, ты отправляешься в Москву на встречу с президентом России. Вообще, твои ощущения, расскажи об этом. Как ты узнал, что вы отправляетесь в Москву, и как проходил ваш путь, как он был засекречен? То есть, это действительно... Ну, изначально мы не ехали к президенту России, изначально мы ехали к Мутко. То есть, ситуация такая, что проблема у Томска? Да, финансовая проблема, и эта проблема финансовая вышла на федеральный уровень. Это вышло из-за того, что три или четыре крупнейшие нефтегазовые компании России работали в Томске, и на тот момент до этого у нас был Томскнефть главным спонсором, но после ряда причин и уголовного дела на президента компании, к сожалению, она прекратила спонсировать нас. И после этого у нас такая появилась чехарда финансовая, недостаточно стабильная, каждый год что-то новое, ну и соответственно в какой-то один момент долги стали превышать очень большие. То есть, задержки появились, и другого выхода, как вот по-моему, я уже не помню письмо, как-то вышло это все на федеральное телевидение, ну и соответственно, когда об этом президент, это потом уже выяснялось, президент узнал, вот изначально был подготовлен план того, что мы приезжаем в Москву, встречаемся с Мутко, все подводят, что там важно, чтобы каждая компания, где она работает, добывает полезные ископаемые, имеет свой доход, она бы имела возможность эти деньги финансировать на тот футбол, то есть, на тот вид спорта, который является главным в регионе, который в принципе является лицом тоже. Ну и когда мы прилетели утром в Москву, ничего не предвещало, просто расписание, сказали, что да, во сколько-то, в час-два должна быть встреча с Мутко, мы, соответственно, дальше будут информировать нас и, ну, будет встреча и все. Наверное, не знаю, там в 11 часов мы сели в машину, которая была у нас в Москве, и мы вот начали ездить по Москве и искать, где мы должны встретиться с Мутко. Сначала мы приехали к Белому дому, но тут произошло какой-то, не знаю, там звонок, что не здесь встреча состоится с ним, где-то должна состояться, там, по-моему, в редакции газеты еще было, вот такие моменты. И вдруг около двух, полтретьего нам звонят, что скорее всего нет, мы должны выезжать в Нового Огарева и тут я понимаю, что скорее всего Мутко там не будет, потому что Нового Огарева само по себе уже резиденция президента России подразумевает, ну и вот то есть маршрут менялся вот так вот. В течение дня наверное 3-4 раза. И вот последнее наше Нового Огарева когда встало, мы туда вот приехали, нас проверили документы, все с паспортами, то есть не так все просто. И потом завели в комнату, где нам сказали честно, вы в живой очереди, мы заехали где-то полчетвертого и в зависимости от того, как встреча будет проходить, то есть мы вас позовем. И как ты думаешь, сколько мы прождали? Ну, не знаю, часов 5 наверное может быть. Ну 5 много, наверное, навстречу мы попали около 7, 7 вечера, причем это как обычно было очень неожиданно, все, к нам прибежали, показали план, кто где сидит. Серьезно? Да, то есть все понимали, кто что будет сидеть и То есть как-то обыскивали или вот то, что проверили документы? нет, перед тем, как зайти на территорию Нового Огарева, были отосланы паспорта, я думаю, там эта процедура, она достаточно такая кропотливая, поэтому туда заходили, ворота, паспорта забирали, проверяли, все это, понятное дело, там охрана на высшем уровне, и все, а потом, соответственно, да, сказали, показали, как будет располагаться, где будет президент, где кто сидит, ну и соответственно, у нас была такая талисман Томска, вот такая лошадь была, вот такая, и когда мы сказали, что мы хотели бы ее подарить президенту, то люди, которые там отвечают за, не знаю, за что они отвечают, но они сказали, давайте оставим, что мы просто передадим президенту не в эфире, а где-то, ну там, сзади, или что-то там, скажем, вот это, от футбольного клуба, потому что, ну, наверное, экран не очень было смотрелось, и все такое, единственное, разрешили, что вот шарф от капитана команды, то есть от меня, это можно будет сделать, то есть, и, по-моему, там, две-три минуты отводилась мне какую-то речь сказать, там, поблагодарить президента за то, что вот, в этой тяжелой ситуации клуб оставил его, ну, я помню эти слова, что я его пожелал, чтобы он оставался, не оставался, а стал ярым поклонником футбольного клуба Томск, и все, я помню, это вот люди, которые сидели за столом, это одни, наверное, самые главные люди всех нефтегазодобывающих компаний, которые сидели когда-то за столом передо мной, и они, наверное, чувствовали себя, наверное, немножко волнительнее, чем я, поэтому такие встречи всегда для них, я думаю, для них, когда со стороны президента идет просьба помочь клубу, то есть, они не могут отказать, это такой момент, наверное, ну, вот, случилось так, и он реально нам помог, и после этого наши результаты еще лучше стали, я, если не ошибаюсь, мы повторили свое лучшее достижение в премьер-лиге, мы заняли восьмое место, но, по-моему, три-четыре очка нам не хватило, чтобы там быть близко к зоне Еврокубов. Какое впечатление Владимир Владимирович Путин произвел на тебя? Человек настолько уверен в себе, настолько сильная энергетика, позитивная, главное, энергетика, и человек говорит, он понимает, что говорит, он в курсе любой проблемы, вот он за то количество, когда мы были, столько у него встреч было, и он на каждой этой встрече, он знает курс дела, он знакомлен, он не просто сидит, а он реально понимает, то есть он настолько интеллигент, настолько разбирается во всех нюансах, которые, в принципе, по большому счету для президента не так важно было бы, потому что он решает глобальные задачи, а он в каждом нюансе, и до сих пор, когда смотришь, какие-то, проводит заседания, где-то улыбляется в тему какую-то, но он в курсе, он в курсе всего. У тебя фотография, думаю, есть, стоит на видном месте? По-моему, или она так где-то в арбонске? По-моему, да, она стоит, но не на видном месте, я думаю, даже на видном больше у родителей. Ты сказал про энергетику, в свое время в Томске удалось поиграть с Артемом Дзюбе, в тот момент, то есть, Артем не был тем, скажем, идолом российского футбола, да, кем он стал после чемпионата мира, каким он тебе запомнился? Уже на тот момент... Ты же много шутил? Да, у него язык никогда не закрывался, в принципе, и он иногда ему там мешал, но сам по себе сильный, целеустремленный человек, не боящий идти на конфликты, независимо с кем, то есть, он в большей части мере считал, что он всегда прав, наверное, в ущерб себе, своей карьере, и эти, так скажем, аренды, которые он имел и после Томска, и уже когда он перед чемпионатом мира, я помню эту ссылку, что это от того, что он не любит молчать, он всегда говорит прямо, может быть, это иногда ему мешало, сейчас, наверное, он уже больше понимает, больше анализирует себя, на тот момент, реально, реально хотел, приехал, глаза горели, показать себя, доказать, что в Спартаке зря его недооценили, и Томск оказался таким трамплином для него, после которого он почувствовал уверенность, почувствовал уверенность, что он может забивать на высоком уровне против хороших команд, и я думаю, что вот это, вот это придало ему, и, конечно, он уже в том возрасте отличался своими габаритами, техникой, умением бороться, то есть, те качества у него до сих пор остались, стали лучше, конечно, он не игрок, который будет бегать, прессинговать, это бегать он никогда не любил, но все во всем остальном, в том, что у него чутье голевое в штрафной площадке, когда и где очутиться, он достаточно умный, потому что, глядя, как он забивает голы, я помню это и на тренировках, он не пытался никогда расстреливать, он пытался всегда технически сыграть, неудобно для вратаря место ударить, или точно со штангой, то есть, ну, такие моменты, которые они запоминаются, и, в принципе, я думаю, и до сих пор у него эти качества все остаются, что этот человек никогда не будет лупить со всей силы, а именно техника, мастерство за счет этих качеств он всегда забивает. Это спартаковская школа или это такая личная, индивидуальность? Я думаю, у каждого это лично, но, конечно, спартаковская школа дала ему технику, дала прием мяча, который у него был, обводку, вот эти, которые все время, в принципе, отличали спартаковскую школу, у него это, вот, когда он приехал в Томск, у него это уже было, и это сразу выделялось, что для нападающего у нас, я так помню, у нас приезжали габаритные нападающие, которые приблизительно были похожи, как Артем, но такой техники, прием мяча, такого распоряжения, то есть, работы с мячом, ну, к сожалению, ни у кого не было, поэтому я думаю, что это тоже, вот, спартаковская школа, что ему дало, и сейчас он этим, ну, как бы, пользуется, это его одни из, наверное, самых сильных сторон. Тебе не кажется, что в последнее время, именно после чемпионата мира, который прошел в России, многие российские команды, эстонские команды, стали ориентироваться при выборе нападающих именно на габаритных игроков, то есть, если раньше считались такие более юркие, скажем, под Барселоном, да, Итау, может быть, или Давид Вилла, то именно в России, вот, тенденция на габаритных игроков, она, скажем, приобрела более широкий спрос, или это мое мнение? Я думаю, что он просто футбол становится достаточно таким силовым, и, конечно, физические качества тоже выходят на передний план. Раньше, может быть, не так это было, но в мои времена, я помню, когда чемпионат был весна-осень, по весне футбол играть, наверное, первые туров 9-10 нереально было, и в каждой команде нападающего всегда был очень высокий, габаритный, может быть, менее техничный, потому что играть было невозможно, всегда были больше длинные передачи, и, соответственно, борьба, 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 и у каждой команды, особенно из нижней части, такой человек был. Я думаю, ничего такого нового нет, конечно, теперь каждая команда старается, наверное, чтобы какой-то план А, план Б быть, и в зависимости от тактики на игру, такой футболист, наверное, есть в каждой команде, я думаю, что старается любой клуб старается находить именно на сегодня, чтобы у них был в обойме такой футболист. В сборной Эстонии футболисты имеют прощальный матч после того, как провели 100 матчей. У тебя меньше 100 матчей, но, тем не менее, у тебя тоже был прощальный матч, это в знак уважения Сергею Парейко, не имея 100 матчей. локтей? Ну, с одной стороны, наверное, с одной стороны, там все-таки был, может быть, сказать, такой легкий конфликт с главным тренером, Магнусом Перцем, и с другой стороны, наверное, это Айвар Похлак, наверное, захотел вот так как-то сгладить всю эту ситуацию, и, в принципе, это, наверное, чтобы даже как-то привлечь болельщиков, тоже было сделано. Конечно, по большому счету можно было это не играть, не вызывать меня, и, в принципе, у них было полное право, потому что, ну, это их правило для сборных, которые люди сыграют. Так случилось, и, в принципе, я думаю, что для меня это тоже таким каким-то глотком воздухом на конец было, потому что, ну, реально, я оставался в футболе только из-за сборной, потому что было 15-й год, было большое желание сыграть с Англией уже на Уэмбле, было желание это вот держать себя в форме именно ради того, чтобы играть за сборную. К сожалению, по обстоятельствам, тем, которые уже были, первым номером стал Михаил Аксулов, ну, и здесь немножко со своей стороны, конечно, это тяжело принять сразу, понимая, что ты еще находишься в достаточно хорошей форме, но тренера сделали ставку уже на него, в принципе, он доказывал своей игрой этот выбор, но, опять-таки, это такие моменты, когда в жизни проявляется, наверное, такая какая-то злость на вот ту ситуацию, которая, ну, к сожалению, ты рассчитываешь на одно, а она не получается. Ты знаешь, какой самопопулярный запрос в гугле, когда вбиваешь твое имя? Туда так я и не смотрел. Самый популярный запрос идет Сергей Парейко, жена. Ты самый стильный футболист в 2011 году, да, в Эстонии получается? То есть, завидный жених, я помню, когда у тебя родился сын, ты одна из моих знакомых сказала, я тоже хочу от парейка сына. Ты ощущаешь внимание вот женщин, то есть, будучи женат, вот какого-то знака внимания, получаешь ли письма, вообще, вот ощущение этого есть? Я думаю, что для нас как бы с женой семейно, это вот счастье, гнездышко, это вот больше приватности. В принципе, для меня изначально было уже ясно, и то, что вот это так выходило случайно, конечно, наверное, в какой-то мере с одной стороны для нее приятно, с другой стороны это, наверное, какие-то моменты могли создавать дискомфорт, но, в принципе, для себя я понимал, что значит внимание. Внимание это, наверное, есть, но без этого нельзя было быть в связи с тем, что и в футбол игралось, и какие-то вот эти лишние всегда, ну, не лишние, такие были моменты, когда, в принципе, этот Балтман разыгрывал и все такое. С одной стороны приятно, с другой стороны, еще раз говорю, она ощущала себя достаточно вот так спокойно, потому что я себе не позволял ничего такого, чтобы вызывать какую-то ревность, и считаю, что это, наверное, правильно, потому что семья – это семья, и важно, чтобы вот эту границу никто не переступал. Будучи в «Торпедо», играя с Эдуардом Мором, который, ну, на данный момент тоже и на матч ТВ ведет, и, скажем, видный человек, перед какой-то игрой мы сидели за день до игры, и он тоже рассказывал о каких-то посиделках, о футбольной жизни, ведь часто, футболисты собираются там, после игр, может быть, в баре, может быть, задерживаются, жены волнуются. Я-то спросил, как супруга-то относится к этому? Он говорит, а ты просто утром приходишь и норковую шубку вот так кидаешь на кровать, знаешь, и тебе все прощается. Были ли у тебя такие моменты, когда ты тоже, знаешь, ну, скажем, накосячил, и приходишь таким вот подарком? Ты знаешь, у нас настолько вот мы как-то, по-моему, вначале все это обговорили, что, допустим, до утра, я сегодня там до 9 часов никогда себе не позволял не повезти жену об этом, поэтому, или когда были посиделки, особенно в Томске, мы сидели всей командой, то есть, и у нас всегда были, там, и с детьми мы собирались, поэтому, дальше у каждого свои уже фантазии были, понятное дело, мы ехали домой, потому что, ну, я не видел смысла там дальше оставаться, потому что мы достаточно провели время вместе с ребятами, там, поэтому, ну, здесь, здесь я считаю, что я адекватно оценивал ситуацию, для меня, допустим, там, провести больше времени с футболистом, чем с семьей, но это никогда было не приоритетом, поэтому у меня всегда стояла семья на первом месте, и здесь, здесь важно это было вот именно сразу обозначить, поэтому, ну, я думаю, что вот такого, как вот я знаю у многих футболистов, у меня такого не было. Левадия, по сути, была твоим трамплином в большой футбол, является и сейчас в твоей жизни неотъемлемой частью по работе, но также твоя супруга, она также работала у Виктора Ивановича в Левадии, так получается? Как и произошло знакомство? Так обычно, да, вот так она работала в Левадии, и как раз вот Виктор Иванович у них уже был футбольный клуб, но когда произошло объединение с Адамом, и я помню, что назвали, а Адам как раз-таки занял, если не ошибаюсь, третье место, и они участвовали в Еврокубках, но дальше Владимир Михайлович Волохонский, царство ему небесное, что он понял, что он больше не может содержать команду, но как раз-таки появилась возможность у Виктора Ивановича купить клуб, не знаю, как они там договорились, но факт то, что команда Левадия стала представлять в высшей лиге, ну и соответственно, да, и мое возвращение с Италией в 99-м году, ну, они были молодые девчонки в фирме, в коротенькие, в коротенькие, у них были не коротенькие, я думаю, что нет, потому что Виктор Иванович всегда оценил строгость, все-таки, ну, были свои правила внутренние, да, мы познакомились, то есть, они стали ходить на футбол, для них это тоже было что-то новое, где-то мы пересекались на дискотеках, поэтому, город Таллинн маленький сам по себе, поэтому, вот такое знакомство произошло, наверное, переломный момент стал, это вот, я помню, как раз приехал, после, нет, это было, после, после турецкого сбора мы приехали, как раз таки, когда Роттер меня уже пригласил в Голландию, Виктор Иванович всегда любил поздравлять лично футболистов по днам рождения, мое днам рождения как раз прошло, и я так сейчас помню, по-моему, 9-го числа мы вернулись, и он попросил заехать в офис, ну, и в офисе всегда, там, девочки как раз сумели приготовить букет, и Виктория, Виктория с цветами, там, Виктор Иванович поздравляет, ну, и когда она подарила, поцеловала в щечку, соответственно, с того момента у нас более близкие отношения завязались, и я думаю, вот это тот такой, наверное, та точка отправления, когда вот у нас зародилось что-то. твой сын Даня также является вратарем сейчас, смотришь его сейчас оценить, или, может быть, дать ему совет, или даешь ли ты ему советы? конечно, это, я вижу, куда идет футбол, я вижу, какая роль вратаря становится в клубах, и приоритет какой тоже, соответственно, те моменты я ему подсказываю, стараюсь, конечно, иногда немножко эмоционально, как обычно, но это такое, чтобы он понимал, что такое реально профессиональный футболист, что, еще раз говорю, это футболист в Эстонии, который, допустим, никогда не знал и не знает, что такое играть за рубежом, он не понимает этого до конца, я, по крайней мере, когда с ним разговариваю, объясняю, я уже привожу ему пример, что борьба за место это не только один человек, это очень много, и для того, чтобы выигрывать, соответственно, ты должен показывать свой уровень, показывать желание, ты должен быть человек, который командует сзади, лидером таким, те навыки, которые, я думаю, в дальнейшем ему помогут. По характеру ты можешь его сравнить с собой? У него только, у него характер только вырабатывается, я думаю, здесь, он, он настырный, я скажу так, он настырный, если что-то он захочет, он, он это делает, он делает, может быть, не сразу, но он старается, старается, то есть, то, что потом, если, еще раз говорю, поможет ему в дальнейшем, как, вот, как вратарю. У тебя есть самого мечта? Ну, на сегодняшний день хочется маленькую мечту осуществить, та работа, которая вот проделывается на протяжении шести лет уже в Ливаде, хочется, чтобы она дала окончательный результат, соответственно, если это появится результат, есть планы дальнейшие, хочется, чтобы после этого результата как-то дальше двигаться и с клубом Ливаде, ну, и, соответственно, более большие планы, попробовать поработать в более серьезном клубе на такой же должности. Все-таки интерес у меня как бы не только в Эстонии, в принципе, это нормально, я думаю, что амбиции у человека должны быть большие, просто на сегодняшний день концентрируясь здесь, понимаю нюансы, все, с каждым годом все лучше и лучше, которые ожидает от спортивного директора, ну, и, соответственно, приходит потом момент, я думаю, когда будут достигнуты определенные результаты, ну, наверное, будет, вот это движение вперед, оно должно быть. Сергей Порейко был сегодня в гостях у Воска Тайм. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что ты пришел, за то, что нашел время. А тебя я хотел бы пожелать тебе прежде всего, чтобы были здоровы твои родные и близкие. Это самое главное, чтобы та мечта, о которой ты сказал, она обязательно-обязательно сбылась, ну, и всего хорошего. Спасибо. Подписывайтесь на канал Бэтсейф Рибалтика и ждите следующих интересных выпусков. Всего доброго. Воска Тайм.